Дарья Донцова. Глазастая, ушастая беда. Глава первая. Ну почему после уборки, когда всё разложено по местам, ничего невозможно найти? Элеонора начала рыться в секретерии и продолжила. А до наведения порядка, когда вещи были разбросаны, проблем не возникало. Отлично помню, что определила для визиток эту коробку. И что? Ваня, почему ты молчишь, когда с тобой разговаривают? Я постарался скрыть улыбку. Мне кажется, что сравнение женщины с прелестным цветком неверно. Дамы скорее похожи на афишу провинциального театра, единственного в городе. Репертуар у такой цитадели искусства весьма разнообразен. Утром сказка для детей, днём комедия, в полдник трагедия, а на ужин или драма, или эротическое шоу, или побег в койку с жалобой на головную боль. Настоящая женщина многолика и непредсказуема. Если приравнять слабый и сильный пол к техническим объектам, то мужчина — это тумблер. Щёлкнули им один раз, и агрегат начинает гудеть, шипеть, отсчитывать деньги. А женщина — она кабина управления космического корабля. Повсюду кнопки, рычаги, клавиши, мигает тьма лампочек, приборы издают разные пугающие звуки. И если перед такой панелью сядет плохо подготовленный пилот, то у него начнётся паника. Ну, на что нажать? За какую ручку потянуть, чтобы корабль взлетел? Вчера вы ткнули корявым пальцем в красную кнопку, и она вас послушалась. Корабль облетел вокруг Земли. Но ежели вы и сегодня ткнули тем же пальцем в ту же кнопку, то добьётесь другого эффекта. Кабина загудит, затрясётся, и незадачливого космонавта катапультирует без кресла на улицу, где на него, ошалевшего от такого приключения, накинется стая злых бродячих собак. «Ваня, где визитка Ольги Михайловны?» — повысила голос Элеонора. «Кто такая Ольга Михайловна?» — в свою очередь спросил я. «Та, чью карточку я ищу?» — уточнила моя бывшая хозяйка. Прекрасное объяснение. Мне сразу стало понятно, чем занимается вышеназванная дама, сколько ей лет и насколько она хороша собой. «И зачем только я решил разобрать секретер?» — причитала Нора. «У меня раз в десять лет тоже возникает желание навести порядок в письменном столе», — признался я. «Беру большой пакет, вытряхиваю в него содержимое ящиков, протираю их дно, устилаю бумагой, и на этой стадии мне надоедают хозяйственные хлопоты». Я замолчал. «Ну а дальше-то что?» — потребовало продолжение Нора. «Ваня, говори!» «Пакет с вещами из стола получает прописку в моем кабинете за шторой. Стоит укромно, глаз не режет, а ящики заполняются другим содержимым», — пояснил я. «А если тебе понадобится что-нибудь из старого запаса?» — спросила Нора. «Тогда как?» — я смутился. «Честно говоря, я не помню, что у меня там хранилось. Но если вспомню про некую вещь, которая была в столе, просто залезу в пакет, поройсь в нем и добуду ее». Элеонора округлила глаза. «Ты не выбрасываешь эти пакеты?» «Нет, а зачем?» — удивился я. «Вдруг потребуется какая-то вещица». «И где они стоят?» «За портьерами в кабинете», — повторил я. «Их не видно». «Типично мужское свинство», — рассмеялась Элеонора. «Голову на отсечение даю, что в детстве, когда Николетта из вредности запрещала няньке убирать твою спальню, и с криком «Мальчишка обязан учиться аккуратности» неслась в твою комнату, чтобы закатить тебе скандал, ты, Ваня, понимая, что на метле летит маман, живо запихивал разбросанные игрушки под кровать, благо покрывала, свисала до пола и с невинным видом садился в кресло с книгой». «Вы не ошиблись», — засмеялся я. «Николетта заглядывала под койку?» — прищурилась Элеонора. «Нет, она меня ни разу не поймала», — ответил я. «С моей бабушкой, царствие небесное, это не прошло бы», — сказала Нора. «Она сразу под тахту заглядывала. Поэтому я...» Элеонора замерла, потом, воскликнув, «Вспомнила!» ринулась к подоконнику, где на подставке, прикрытой салфеткой, сидел потрепанный плюшевый мишка. Нора пересадила Топтыгина на подоконник и сдернула салфетку. Я увидел большую, далеко не новую картонную коробку. Нора подняла крышку. Бабуля всегда заглядывала под кровать, но ей в голову не приходило посмотреть, на чем сидит Роджер Варфоломеевич. «Так зовут медведя», — уточнил я. «Ага», — по-детски ответила Нора и стала копаться в содержимом коробке. А еще бабушка говорила, «Порядок в столе — порядок в мыслях». Она требовала от внучек идеального содержания ящиков и поверхности стола. По этой причине свое барахло я хранила в коробке под Роджером Варфоломеевичем. Я слушал Элеонору и понимал, что женщины еще более загадочны, чем я до сих пор считал. Ваш покорный слуга знаком с Норой много лет и наивно думал, что прекрасно знает характер владелицы детективного агентства. Не один год я исполнял обязанности ее секретаря, жил в одной квартире с ней, знаю, что она образована, умна, воспитана, не имеет привычки закатывать истерики. Нора не любит походы по магазинам, не болтает по телефону с подругами часами. Она — прекрасный детектив, мой учитель, и уж поверьте, мне от нее никогда не доставались пряники. Если вспомнить известное выражение, то я получал только угощение кнутом. Но когда в моей жизни возникали сложные ситуации, первой на помощь терпящему бедствия секретарю всегда приходила Элеонора. Она выручала меня из беды, а потом щедро раздавала мне моральные оплеухи. Я думал, что она для меня открытая книга. И вдруг оказалось, что в романе есть непрочитанные главы. У железной леди есть медведь Роджер Варфоломеевич, он сидит на коробке со всяким барахлом. А я-то всегда изумлялся порядку в ящиках стола Элеоноры. У нее он такой, как в тумбочке у солдата перед проверкой казармы местным начальством. — Отыскалась, — ликовала Нора, показывая мне визитку. — Держи. Я взял картонную карточку. — Да уж, некоторые люди любят красотищу. Не путайте с красотой. На ярко-розовом фоне золотыми буквами было написано. — Арманьяка. Избавлю от депрессии и любых проблем. Открою будущее. — Если это бутылка Арманьяка, ближайшей родственницы коньяка, то да, она может избавить человека от депрессии и многих проблем, — развеселился я. — А вот насчет предсказаний будущего я сомневаюсь. — Ее так зовут, — объяснила Элеонора. — Госпожа Арманьяка. — Необычная фамилия, — отметил я. Нора села в кресло. — Вообще-то она Крынкина или Крыскина. Секундочку. Элеонора нацепила на носочки, взяла со стола планшетник и прочитала. — Экстрасенс, гадалка, предсказательница будущего, целительница, психолог, психотерапевт, коуч по самовоспитанию, астролог Арманьяка. По паспорту Ольга Михайловна Булкина. Я ухмыльнулся. — Интересно. Сия дама лечит зубы. Может, она и аппендицит может удалить? — И почему я решила, что она Крынкина или Крыскина, — задумалась Нора. — Булкина? — Может, потому что в Крынку наливают молоко, и многие любят его с булочкой употребить, — предположил я. — А Крыскина откуда взялась, — дивилась Элеонора. — Грызуны никогда не откажутся от булки, — сдерживая смех, — пояснил я. Нора постучала пальцем по столу. — Ваня, у тебя сейчас много работы? — Клиентов нет, — признался я. Элеонора взяла телефон и через пару секунд заговорила. — Ольга Михайловна, я обещала найти для вас лучшего детектива. — Он готов побеседовать с вами. — Иван Павлович загружен работой, но на мои просьбы всегда откликается. — Господин Подушкин пообщается с вами и только тогда примет решение, возьмется ли он за ваше дело. — Да, конечно, у него высшее образование, огромный опыт работы, собственное детективное агентство. — Точную цифру не назову, но сыском он занимается более 20 лет. — Что? В глазах Норы вспыхнул зловещий огонь. Я невольно втянул голову в плечи. В прежние годы я нечасто видел такую реакцию хозяйки. Но если языки пламени начинали пляску, оставалось лишь надеяться на то, что огнемет направится не на секретаря, который совершил опрометчивый поступок, а плюнет огнем в другую сторону. — Напалм сейчас определенно сожжет незнакомую мне Ольгу Михайловну. Но я вспомнил годы службы у Элеоноры, поэтому и постарался спрятать голову. — Уважаемая госпожа Булкина, — начала моя бывшая хозяйка. Я мысленно пожалел гадалку. Чем спокойнее и ласковее говорит Нора, тем ужаснее ее гнев. — Если вас не устраивает лучший сыщик России, сын великого, увы, покойного писателя Павла Подушкина, и Николеты Адилье, которая сейчас замужем за олигархом из списка «Форбс», — завела Элеонора, «Если вы полагаете, что я отправляю к вам пьянь подзаборную, которая явится в вашу квартирку в грязных калошах, то какого черта любезная вы обращаетесь ко мне за помощью? Оревуар!» Трубка упала на кипу бумаг. Я выпрямился. «Что притих?» — сердито спросила Элеонора. «Думаешь, что лишился клиентки? Ха! Она сейчас перезвонит, перестанет размахивать веером из пальцев и заплатит в два раза больше, чем собиралась». Но заикнулся я. И тут зазвонил телефон. Продолжение следует...